Антон Соя, морской волк. Моря рядом с фермой не было, зато рядом с фермой раскинулось озеро. Такое большое и глубокое, что запросто можно было считать его морем. Тем более, если ты самый обычный поросенок, и тебе никогда в жизни не светит оказаться на настоящем синим, черном или красном, а тем более на лазурном Адриатическом море. Да что там говорить, даже на Холодном море Лаптевых не светит. На настоящем море, с быстрыми волнами, пенными барашками, дельфинами, акулами, пиратами и гигантскими лайнерами, над которыми кружат крикливые чайки. Вместо них над озером кружили крикливые утки, но поросенок представлял, что это чайки. Он бредил морями и дальними плаваниями. Родись поросенок не на ферме, а в приморской рыбацкой деревушке, у него наверняка был бы шанс стать капитаном, стоять в рубке за штурвалом и бороздить моря в поисках неоткрытых земель и островов, полных пиратских кладов. А так, что ему оставалось? Большое озеро, друзья и мечты. Нечты о море, совершенно несбыточные мечты. Про море звери узнали от дикого перелетного гуся, которого с перебитым крылом подобрали хозяева в лесу прошлым летом. Фермеры выходили его и назвали Греем. Гусь в надежде снова прибиться к стае, остался на ферме, набираться сил до осеннего перелета. Долгими зимними вечерами он рассказывал ее обитателям истории про китов, акул и отважных капитанов больших кораблей. Чего только не увидишь, пролетая над океаном. Курицы, свиньи, старая собака и корова слушали байки гуся-бродяги в полуха. А вот цыплята, утята, гусята, щенок-чао и поросенок всей душой прикипели к морской романтике. Особенно поросенок, который родился этой зимой в теплом хлеву и вырос на историях Грея, впитывая их вместе с молоком матери. В отличие от других слушателей, у поросенка всегда была куча вопросов, которыми он дымнимал Грея. И хотя фермер назвал его Хэмом, поросенок просил, чтобы все его звали морским волком. Так прозвал его Грей, привязавшийся к любознательному свину. Но пришла красавица весна, а за ней волшебник лето. Больный гусь Грей окончательно поправился и улетел искать свою стаю. А Хэм остался на ферме с сердцем, полным мечты о море. И еще с озером, в котором его фантазия позволяла представить себе любые морские приключения. Хэм обожал плавать. Взрослые свиньи сначала с подозрением отнеслись к его легкомысленным забавам, отвлекающим от еды. Но они успокоились, когда увидели, что хозяевам нравится наблюдать за поросенком, что они хлопают в ладоши и смеются. Пусть плавает. К тому же на фигуре это не отражалось. Хэм рос красивым, упитанным свином и радовал родительский глаз гладкими формами. Целыми днями поросенок на перегонке плавал в озере с утятами, гусятами и щенком. И вскоре они уже не могли его догнать. Еще Хэм любил нырять бомбочкой с мостков. Он разбегался, прыгал вверх, поджимал ноги и падал в воду, поднимая фонтан и брызг. Коронным номером Хэма была игра в пароход. Он подплывал к мосткам, переворачивался на спину, гулко трубил пятачком в высокое небо и кричал. Добро пожаловать на борт! Пароход «Морской волк» отплывает к неизведанным землям. На мостках выстраивались весело пищащие цыплята. Маленькими пушистыми солнышками они смело запрыгивали на мягкое розовое пузо Хэма. А потом поросенок катал своих пассажиров по озеру, пока фермерша не звала их на очередную трапезу. А поесть Хэм очень любил. Не так сильно, как плавать, конечно, но любил очень. Аппетит у него был, как у настоящего морского волка — волчий. Он вообще был душой компании, этот толстый, веселый, смешливый поросенок. Но только до августа. Жарким, засушливым августом родители привезли из города на ферму девочку Ику, внучку хозяев фермы. Девочка приехала не одна, а со своей новой любимицей — совершенно голой кошкой Лис. Ика сразу же побежала знакомить Лис с маленькими жителями фермы. Зверята высыпали им навстречу дружной гурьбой. Взрослые звери знали Ику. За год она немного подросла, но так и осталась маленькой и худенькой. И, как всегда, с книжкой под мышкой. Хорошая девочка. А вот кошка всем сразу не понравилась. Бестыдница городская, хоть бы прикрылась чем. Совсем звери в городе стыд потеряли. Синхронно подумали корова, курицы и свиньи, но благоразумно промолчали. А вот наивный Хэм молчать не стал. «Ой, худенькая какая! Болеешь, наверное, шерстка вся выпала. Но ничего, не расстраивайся. На свежем воздухе да на наших харчах все быстро отрастет». Самолюбивую Лис затрясло от возмущения. «Нет уж, спасибо. Я вижу, как у тебя тут все отросло. Особенно пузо. Стыд, срам и позор. И запомните, я не тощая, я элегантная. Так сейчас модно. Я известная модель, понятно?» Странная какая-то, подумал Хэм. Только приехала, а уже ругается. Наверное, устала с дороги. Зато девочка погладила его по спинке и очень понравилась поросенку. Чао мячиком скакал вокруг Ики и лизал ее руки. Но Лис зашипела и закатила щенку такую оплеуху, что он кубарем покатился по траве. Ика пожалела малыша и стала его утешать. Но Лис так страшно размяукалась, что Ике пришлось срочно уйти вместе с ней. Ика приехала вечером, а на следующее утро Хэм и его дружная компания побежали на озеро купаться. Поросенок очень надеялся, что девочка с кошкой тоже присоединятся к ним. Он представлял, как весело они будут плавать и нырять в теплой воде. Но Ика только подошла к берегу и грустно посмотрела на плещущихся зверят. Хэм не знал, что у Ики есть секрет. Девочка боялась плавать. Однажды она неудачно прыгнула в бассейн и чуть не захлебнулась. С тех пор никто не мог уговорить ее войти в воду. Это очень расстраивало ее родителей, которые любили понежиться на морских курортах. Вот и теперь Ика отправилась на ферму, а ее мама с папой улетели на далекие острова. В руках у Ики, кроме Лис, был целый пакет с разными вкусностями. Скоро в озере остался только неутомимый Хэм, все остальные собрались на берегу вокруг Ики в надежде получить угощение. Щедрая девочка никого не обделила. Лис у нее на руках во время раздачи конфет и печенья сладко мурлыкала. Но если бы Ика понимала звериный язык, она бы очень удивилась речам своей любимицы. «Вот смотрю я на вас, ребята, и удивляюсь», — вещала Лис. «Как вам не стыдно возиться с этой жирной свиньей? Это все от вашей дремучести и непросвещенности». Но я вас в этом не виню. Конечно, похвально, что свинь целыми днями пытается отмыться и не вылезает из воды. Но это все бестолку. Свинья остается свиньей. Вы-то все чистенькие, пушистенькие, пахнете приятно, не то что он. Поймите, в этой жизни главное правильно выбрать компанию. Круг общения, понимаете? Ой, ну, конечно, вы не мыслите ничего в жизни. Деревня. Вот, посмотрите. Сейчас ваша компания — поросенок, хрюкающий и пускающий пузыри в лужи. А моя компания — милая девочка с пакетом конфет. Так что у вас еще есть шансы справиться. Мы с Икой привезли вам еще много всего. Но если я увижу, что вы опять общаетесь с этим толстяком, я запрещу своей девочке с вами дружить. Понятно? Тут цыплята и утята, и гусята, и даже щенок, занятые поеданием вкусностей, неожиданно для себя кивнули. Даже не понимая еще, какая пакость с ними происходит. Вот и правильно обрадовалась лис в легкой победе. Он же толстый и грязный, и глупый, и пахнет. Я уже не говорю, что он вас всех объедает. Он же толще вас всех вместе взятых. Но ведь свинки едят отдельно, — удивился гусенок. Ты что, самый умный? — грызнулась лис. Он объедает вас тайно. Возможно, ночью. А чтобы вы крепче спали, специально утомляет вас водными процедурами. Всем известно, что после купания прекрасно спится. Он вас использует, держит за дурачков. Но Хэм наш друг, как же он может, — поразился щенок. Свинья, они все такие. Притворяется другом, чтобы объесть вас. Вот и сейчас, наверное, думает, как бы съесть оставшиеся сладости. Вот гад, — возмутились цыплята. Оказался таким добрым. Вам повезло, что мы приехали. Кошка потянулась и показала когти. Я знаю, как бороться с таким свинством. Поставим поросенка на место. Объявим ему бойкот. Бойкот поросенку! Бойкот! Хватит нас объедать! Зашумели зверюшки. А что такое бойкот? Спросил Чао. Это такой боевой кот? Он будет с ним драться? Нет. Бойкот — это значит, что больше с ним никто не будет дружить и разговаривать, — объяснила лис. Правильно, — сказали цыплята и гусята, — так ему и надо. Хватит держать нас за дурачков. Ничего не подозревающий Хэм в это время как раз выбрался из воды и направился к друзьям, предвкушая веселый пир. Но тут гусята, утята и даже пушистики цыплята набросились на него, злобно шипя, норовя клюнуть и ущипнуть. А Чао уселся к нему спиной, словно ничего этого не видел. Ой-ой-ой, — взвизгнул обиженный Хэм. Вы чего, друзья? Я так не играю. Это же я, ваш морской волк. Морской волк? Ха! Где тут морской волк? Не вижу. Ты морская свинка, только лысая и очень перекормленная, — промурлыкала лис, упиваясь местью. И друзей у тебя здесь больше нет. Иди отсюда. Смотри, не утопись с горя в своей большой луже. Ты здесь больше никому не интересен. Ика с удивлением наблюдала, как птенцы, которые только что дружно клевали ее печенье, также дружно набросились на поросенка. А он, секунду назад радостный и веселый, мгновенно сник и понуро поковылял обратно в озеро. Вот жадины, — подумала Ика. Но тут ее вниманием полностью завладела огромная зеленая стрекоза, и девочка побежала за ней. А следом побежали, затрусили зверята, оставив у озера одинокого, ничего не понимающего Хэма. Поросенок с трудом сдерживал слезы. В истории Грея, которые стали миром Хэма, благородные мореплаватели помогали потерпевшим кораблекрушения, дельфины спасали людей от акул, на кораблях царило морское братство, а капитан покидал свое тонущее судно последним. В этом мире не было места подлости, и морской волк совершенно не понимал, что ему делать дальше. Его корабль дал течь и шел ко дну, но Хэм продолжал держать штурвал. Вот уже целую неделю с ним не разговаривали бывшие друзья, делали вид, что не замечают его. Теперь они ходили хвостиком за девочкой с кошкой, слушали рассказы лис о сладкой городской жизни, ели печенье и конфеты, а грустный поросенок плавал в озере один. Родителям Хэм жаловаться не стал, ведь морские волки родителям не жалуются, правда же? Только щенок иногда прибегал к нему и скупаться по-быстрому, все время нервно оглядываясь. «Да не обижайся, поросенок, я люблю тебя, как и раньше», — тявкал Чао. «Но девочке нужна защита, она такая маленькая и слабая. Я всегда должен быть рядом, а эту голую тетю я даже не слушаю. Мама говорит, что кошкам верить нельзя». «Я не обижаюсь, Чао, морские волки никогда не обижаются и не плачут. Это просто вода из озера мне в глаз попала». «Привет там всем нашим», — отвечал щенку Хэм и поскорее отворачивал от него свое рыльце. В этот день с утра стояла страшная жара. Ика в соломенной шляпе с большим красным бантом вместе со всей честной компанией любителей сладкого сидела на мостках уходящих в озеро и читала книжку про поющую лошадку-звездочку. Ребята слушали очередной рассказ Лиса в высшем свете, дремали и тайком подглядывали на плавающего вдали Хэма. «Как я уже вам говорила, я модель. Без меня ни одной модной выставки провести не могут. Названивают ики целыми днями, донимают. Надоели уже», — вещала кошка. «Так что, пока я тут прозябаю с вами в глуши, у них там полный завал. Культурная жизнь встала». Хэм вдали нырнул и выпустил из-под воды двойной фонтанчик, словно маленький кит. Чао и цыплята тихонечко вздохнули. С поросенком было гораздо веселее, а печенье и конфеты и ики уже приелись. Может, Хэм все-таки не такой плохой? Вдруг погода резко изменилась. Небо потемнело, подул сильный ветер хулиган. Мало того, что он поднял волны в обычно спокойном озере, так еще и нагло сдулся к ее любимую шляпу и, забавляясь, погнал по мосткам. Девочка побежала за шляпой, волна захлестнула мостки перед ней. Ика на полном ходу поскользнулась, полетела в воду и сразу же скрылась в волнах. Над темной водой остались только короткий крик ики и ее злополучная шляпа. Что тут началось? На крик внучки к озеру от фермы побежали бабушка и дедушка, крича и размахивая руками, как в замедленном кино. Лис в ужасе вопила на мостках, царапая когтями мокрые доски. Чао истошно лаял, но прыгнуть в пучину волн не решался. Цыплята, утята и гусята сбились в кучу и пищали. И только морской волк не потерял самообладание. Он увидел, как ика упала с мостков и сразу же поплыл к ней со скоростью сторожевого дельфина. Девочка уже почти опустилась на дно, когда неведомая сила вытолкнула ее на поверхность. Падая, ика успела закрыть не только глаза, но и рот, поэтому почти не нахлебалась воды. Открыв глаза, она увидела в воде рядом с собой смешную мордочку Хэма. Ика обхватила за шею спасательного поросенка, и он отбуксировал ее к песчаной отмеле на берегу, где уже охали и ахали старички-фермеры. За ними, борясь с волнами, плыл щенок. В зубах смелый Чао держал шляпу девочки. «Хэм спас меня! Вы видели? Он настоящий герой! Я думала, что уже совсем утонула, но он вытолкнул меня наверх. И я плыла вместе с ним». Я плыла, никак не могла успокоиться ика в объятиях плачущих от радости бабушки и дедушки. У ног девочки сидел светящийся от гордости поросенок. Вокруг них столпились счастливые зверята. Только лис стояла поодаль и даже не пыталась пробиться к хозяйке. Сегодня явно был не ее день. Узкий лоб кошки сбороздили морщины. Лис мучительно пыталась сообразить, как бы развернуть ситуацию в свою пользу. Но пока у модели ничего не придумывалось. Дедушка унес мокрую ику домой переодеваться. Погода снова наладилась, ветер стих, вышло солнышко и заговорщически улыбалась всем с высокого синего неба. «Братцы!» — закричал Чао. «Долой бойкот! Наш Хэм — герой. Он настоящий морской волк. А мы... мы... мы просто подлецы и подлизы променяли дружбу на карамельки. Прости нас, Хэм, нам так стыдно. Прости нас, Хэм, прости нас!» — хором запищали птички, обступая поросенка. «Это все лис! Она хитрая, она модель. А мы глупые. Прости нас!» «Ерунда! А что было-то? Я уже все забыл. Морские волки никогда не дуются на друзей. Айда купаться, ребзя! Всех покатаю. Добро пожаловать на борт!» Хэм побежал в воду, а за ним, голдя, толкаясь и пища, побежали все остальные. Вот так, как будто и не было этой проклятой недели бойкота. Небо синее, озеро синее, солнце жаркое и все счастливы. Лис с прищуром смотрела с горки на все это безмятежно веселящееся, мокрое безобразие и приговаривала. «Дураки деревенские! Только зря время на вас потратила!» Но на самом деле она сейчас очень завидовала этим зверюшкам. Ведь так весело, как им сейчас, ей было только в раннем детстве, пока ее не разлучили с братьями и сестрами. На следующее утро Ика встала вместе с солнцем, разбудила бабушку с дедушкой и твердо сказала им. «У меня осталась еще целая неделя, и я решила научиться плавать. Вот папа удивится, когда приедет». Бабушка встревожилась. «Ну, Ика, девочка, ты же боишься воды. Ты вчера чуть не утонула. Это я раньше боялась», — объяснила Ика. «А с нашим Хэмом мне в воде не страшно. Он же как дельфин, такой же умный, добрый и плавает, как рыба. Я тоже так хочу». Дедушка покачал бородатой головой. «Теперь мы за тебя бояться будем». «Правильно», — одобрила Ика. «Вы за меня бойтесь, а я за вас плавать буду. Только бойтесь на берегу и не мешайте. И лис, я, пожалуй, с собой не возьму. Она купаться не любит, пусть дома сидит». Вместе с дедушкой Ика в красном купальнике пришла на озеро и стала ждать Хэма. И как только он появился, девочка смело побежала с ним в воду. А сзади бешено лая помчался Чао. А уже потом и все остальные водоплавающие друзья. Столько брызг и веселья озеро еще не видела. Купаться с друзьями было здорово, но самое главное — Ика поплыла. Она даже не заметила, как это случилось. Сначала она бегала в воде и брызгалась с Чао и Хэмом, а потом оттолкнулась ногами от дна, задвигала руками и ногами, подражая Чао. И поняла, что плывет. Плывет! Это был настоящий, ни с чем не сравнимый восторг. Вода была теплая, дружелюбная и совершенно не страшная. А рядом, весело хрюкая, плыл счастливый Хэм. Последняя неделя Ики на ферме пролетела быстрее, чем один прекрасный летний день. Девочка буквально не вылезала из воды и уходила только вместе с Хэмом, когда он отправлялся подкрепиться. Ика на глазах окрепла и повеселела. Бабушка с дедушкой не могли нарадоваться на эти перемены. Но пришел день прощания. Вечером за Икой должен был приехать папа. После завтрака Ика отодвинула чистую тарелку из-под творога со сметаной и заявила. «Я хочу забрать Хэма с собой. Могу оставить вам кошку вместо него. Меняемся?» Дедушка даже крекнул от неожиданности. «Хм, у нас вообще-то на него планы были на Новый год». Тут бабушка толкнула его в бок. «Но теперь они, конечно, поменялись. В общем, мы не против. Только вот в городе поросенку будет плохо. Там же нет озера, только лужи и грязные речки». Бабушка горестно закивала, показывая всем своим несчастным видом, как плохо будет Хэма в городе. Но Ика не хотела сдаваться. «Я буду брать его с собой в бассейн. Я же теперь умею плавать и купать в ванне. Но вообще-то...» «Да, вы правы. Ему там будет гораздо хуже. Тогда я приеду к нему на каникулы. Только никому не отдавайте». «Ни за что не отдадим», — обрадовалась бабушка. «А ты возьми в город Чао. Он к тебе очень привязался. И кошке твоей будет веселее. Лиса сдала страшный стон из-под стола, но глупые люди, как всегда, ее не поняли и расценили горестный вопль, как одобрение. Ну вот и пришел час прощания Хэма с девочкой Икой. Ее папа стоял у большой квадратной машины с бабушкой и дедушкой и сотый раз слушал чудесную историю о поросенке-спасителе. Рядом с папой ждали погрузки чемодан на колесиках и две перевозки с грустной кошкой и с веселым щенком. А Ика стояла на коленях, обняв смущенного Хэма за шею и шептала в его большое лохматое ухо. «Я обязательно приеду за тобой, Хэм. На зимних канюкулах мы полетим с тобой на настоящее море. Папа так обрадовался, что ты научил меня плавать, что разрешил взять тебя с собой, представляешь?» «О да, Хэм представлял себе, как попадет на настоящее море. Он так часто представлял себе подобное чудо раньше, что теперь не мог поверить, что все это происходит по-настоящему. «Ой, чуть не забыла, это же тебе!» Ика сняла с головы сувенирную капитанскую фуражку, которую папа привез ей с далеких островов, и надела на голову поросенку. «Только обещай мне, что ты не очень вырастешь до зимы и сможешь поместиться в самолет. Обещаешь?» «Ха-ха!» из своей переноски ехидно промяукла лис, которая подслушивала их тихий разговор. Хэм обещал. Он кивал лобастой головой в капитанской фуражке, как настоящий серьезный морской волк. Он обещал Ике, что не очень вырастет до зимы, потому что очень хотел увидеть настоящее море. «И мне ужасно хочется, чтобы у него получилось, потому что мечты должны сбываться, хотя бы иногда, даже самые несбыточные мечты». А вы, друзья, как думаете, получится у морского волка попасть на море?